Альфонсо Капоне не закончил шести классов, однако в возрасте 26 лет он контролировал преступный мир второго по значимости города США – Чикаго. Жестокость и деловая хватка сделали Капоне знаменитостью и богачом. Считается, что только в 1927 году он заработал около 100 миллионов долларов. Это чуть меньше полутора миллиардов по нынешнему курсу. Банда Капоне много убивала, однако полиции на протяжении многих лет не удавалось привлечь его к ответственности. Министерство финансов США объясняло это традиционной итальянской осторожностью Капоне и его способностью не оставлять следов. На протяжении всей жизни Капоне поставил подпись только под одним банковским чеком, используя только наличные, причем и предпочитал мелкие купюры. Потенциальные свидетели опасались давать на него показания. Кроме того, Аль Капоне тратил колоссальные деньги, до четверти своих доходов, на подкуп чиновников, полицейских и политиков. Одним из самых громких преступлений, совершенных бандой Капоне, стала резня Дня Святого Валентина. Тогда киллеры Капоне, выдававшиеся за полицейских, застрелили семерых членов конкурирующей банды. Именно эта история послужила завязкой кинокомедии «В джазе только девушки». В фильме на место убийства приезжают главные мафиози, но реально Аль Капоне в тот день находился в доме. Он находился далеко от Чикаго, на пляже во Флориде. Более того, он заблаговременно получил справку врача, согласно которой был не способен встать с постели из-за тяжелой болезни. И тем не менее, американскому правосудию удалось подловить Аль Капоне на налоговых преступлениях. В 1931 году босса чикагской мафии приговорили к 11 годам лишения свободы и крупному штрафу, а также обязали выплатить незаплаченные за много лет налоги с процентами и штрафами. Осуждение Аль Капоне дало неожиданный результат. Должники начали срочно расплачиваться с налоговой службы США. Все государства, существовавшие на нашей планете, объединяет одно – все они взимали налоги. Налоги, используясь не только для кормления бюрократии военных, с их помощью достигали и иных целей. Распространение ислама велось в том числе и налоговыми инструментами. Христиане и иудеи были обязаны платить особый налог, который не накладывался на мусульман. Петр I, проводя насильственную вестернизацию, вел налог на бороды, предполагая, что налогоплательщик предпочтет бритье убыткам. Один из лозунгов американской революции прекрасно звучит на английском, но с трудом переводится на русский язык. Taxation, devout representation is tyranny. Налоговлажение без представительства в органах власти – это тирания. Колонистов возмущал, что за океаном в далеком Лондоне определяют, какие налоги им следует платить, а они сами не имеют к этому никакого отношения. Одним из самых известных актов протеста против несправедливых британских налогов стало бостонское чаепитие. Чтобы не платить налог на чай, ящики с чаем выбросили в воду. В 1789 году один из отцов-основателей США Бенджамин Франклин написал «В нашем мире ни в чем нельзя быть уверенным, за исключением смерти и налогов». Добавлю сюда мудрость XX века. Альберт Эйнштейн пришел к выводу, что нет ничего сложнее для понимания, чем налоговая система. Государства всегда проявляли невиданную фантазию, придумывая новые налоги. Римский император Веспасиан вел налог на общественные уборные. Его сын Тит укорил отца за подобный налог, на что Веспасиан предложил ему понюхать монеты, спросив, чувствует ли тот неприятный запах. Именно в этот момент родилась вечная мудрость. Деньги не пахнут. В начале года все американцы заполняют налоговые декларации и отправляют их в налоговую службу. Ныне большинство жителей страны прибегают к помощи налоговых консультантов. Но все можно сделать и самостоятельно, с помощью специальных компьютерных программ. У меня в руках налоговая форма образца 1963 года. Здесь следовало записывать расходы, которые можно было использовать для уменьшения налогооблагаемой базы. Ну и сохранять соответствующие чеки и справки. В США существуют самые экзотические налоги. В Алабаме взимают налог с продаж игральных карт. В Нью-Йорке с разрезанных бубликов. В Техасе с шестов для стриптизов. В Европейском Союзе в рамках борьбы с глобальным потеплением обкладывают особым налогом коров, поскольку эти животные выбрасывают в атмосферу парниковый газ метан. Во многих штатах США ныне действуют налог на нелегально продаваемые наркотики. Никто не думает, что преступники добровольно начнут платить этот налог, по сути признавшись в совершении тяжкого преступления. Но, вот когда полиция арестовывает наркодилеров и конфискует запас их товаров, штат взимает с преступника и невыплаченный налог, и штраф за его неуплату. Аль Капоне бы это не понравилось.